По этому году, по частям города, какие видим мы планы по работам. По центральной части города. В первую очередь мы берем за основу автоподъезда к детской поликлинике номер 2 по улице проспекта Героев. По проспекту Героев. Сейчас там подъезд не очень хороший, это почти 500 квадратных метров. Знаем, что сейчас проведены вскрышные работы компании ПАУТ и Плюс. Они их завершат по окончании погодных условий и приведут в нормативное состояние то покрытие, которое они вскрыли. Кроме этого покрытия, еще 500 метров мы планируем полностью откапиталить, именно сделать качественный подъезд к детской поликлинике номер 2. Дальше по центральной части города. Улица Степная от Саратовского шоссе до проспекта Героев. Это почти 12 360 квадратных метров. Полностью капитального ремонта. Улица Проспект Энергетиков. 4400 квадратных метров. Этот участок стал очень напряженным после того, как светофор на улице Тернавская стал работать в двухминутном режиме. Нагрузка сразу перешла на этот участок дороги. И улица 30 лет Победы от набережной Леонова до моста Победы. Это так называемый подъем, который тоже находится в не очень хорошем нормативном состоянии. 4,5 тысячи квадратных метров по этой части. И общая сумма квадратных метров на центральную часть города почти 22 тысячи квадратных метров. С предварительной сметной стоимостью 24 миллиона 888 тысяч рублей. Это центральная часть города на 2020 год. Сразу бы хотел сказать по центральной части планы на следующий год. Вот зеленым то, что отмечено. Первый это Малая набережная. Участок от бульвара Рос. Честно сказать, мы сейчас взяли пока участок до проспекта Героев. Но по-хорошему его надо довести именно до пересечения с Саратовским... Это отремонтированный участок, который с моста Победы уходит. У нас получается это с типа... 30 лет Победы, извиняюсь, да. До 30 лет Победы. Сейчас пока мы поставили участок до проспекта Героев. От проспекта Героев до Бульвар Рос. Но по-хорошему надо проводить полностью оба участка. Дальше улица Степная. От 30 лет Победы до проспекта Героев. В этом году мы не стали ставить. Участок достаточно широкий. Пока еще сможет отработать с ямочным ремонтом. Но тоже требует уже капитального ремонта. И по улице Малое Саратовское шоссе. Так называемая подъездная дорога. От проспекта Героев и до Саратовского шоссе. До поворота Саратовского шоссе. Там, где идут развороты по автотранспорту. По закональной части города. Здесь участков дорог чуть больше. Они, может быть, не такие большие. За исключением транспортной. Но тем не менее. Итак, начинаем с приоритетов. Это автоподъезд к детскому саду по улице Минска. Вернее, к детскому саду по улице Минска. Дорога к новому детскому саду. Это порядка тысяч квадратных метров. Мы его считаем практически как вновь построенный. Потому что по всей логистике основной транспорт с подвозом детей будет все-таки именно от этой улицы идти. И второй участок дороги. Это автоподъезд к филиалу детской поликлиники номер 2. По улице Минска. Это внутри квартала. Там тоже состояние, я бы сказал, отвратительное. Много уже было нареканий. Ну и когда мы на этой территории были, конечно, ее надо привезти. Это порядка 550 квадратных метров. Самый сложный и тяжелый участок дороги в закональной части это улица Волжская. 11 с небольшим тысяч квадратных метров. Это полностью от улицы Минска до улицы Строительная. Здесь мы видим полный капитальный ремонт с отливами. Ну и пешеходная дорога тоже уже входит прилегающую к этому участку. Дальше. Улица Строительная. Здесь мы разбили просто на два участка. Но можно, в принципе, взять ее за единое. От улицы Строительная. Улица Строительная от Волжской через Комарова до Каховской. Очень напряженный участок дороги. Там тоже у нас автотранспортное сообщение. Ну, кто приезжал недавно, понимает, о чем я говорю. Что это вызывает... Это почти 5,5 тысяч квадратных метров этот участок дороги. Крайне тяжелый. К нему уже идет сопряжение улицы Дружба. От улицы Шевченко до улицы Каховская. Это фактически продолжение этой дороги, по которому идет автотранспортное сообщение. Дальше. Улица Каховская от улицы Дружба до улицы Строительная. Полторы тысячи квадратных метров. Тоже участок крайне сложный. И можно сказать, что его практически, наверное, там и особо и не было уже. Он превратился в очень плачевное состояние. Ивановское шоссе. Это уже малая вокзальная. От вокзальной до ЖД переезда. Это участок на кладбище. Мы его ремонтируем. Но участок очень сложный. Оставший участок от переезда и до нового кладбища, до села Ивановка, до поворота на село Ивановка, он достаточно в качественном состоянии, хороший. Ремонтировался несколько лет назад. Пока на данный момент не требуется какого-либо вообще ремонта. Поэтому вот этот участок надо соединить. Отдельный участок, который мы с вами уже, фактически, по которому приняли уже решение по улице Транспортной, это от Адабафы, от мебельной компании до поворота на ФосАгро. Самый тяжелый участок. У нас очень много жалоб, нареканий от сотрудников РТИ, от ФосАгро, которые возят своих людей утром и вечером на предприятие. Это более 6 тысяч работающих на этих двух предприятиях. Поэтому я благодарен, что вы этот участок тоже поддержали. Хотя, конечно, многие горожане, которые не пользуются этим участком, наверное, вызывают ремонт этого участка достаточно серьезной критики. Но, тем не менее, мы понимаем, что это основные налогоплательщики нашего города, которым необходимо пойти навстречу. И расширение внутриквартального проезда по улице Набережной 2, 3 и 4. Это порядка 430 квадратных метров по Набережной Леону. Вот такие планы у нас по закональной части на этот год. И на следующий год предварительно, что требует очень серьезного ремонта, это улица Сергея Лозо, зеленым выделено. Вообще, конечно, с Азанлей необходимо пройти по всем улицам, начиная от Киевской, все 10 пересекающихся улиц или параллельно строительной, от улицы Минская до Сарканала. Мы здесь отдельно за это время, за этот год посчитаем все самые сложные пересечения дорог, потому что есть улицы в достаточно нормативном состоянии, там Лобачевского неплохая есть, но есть улицы, которые требуют ремонта. По островной части города номер один задача, это улица Гагарина от пересечения, улица Гагарина от пересечения с факел социализма. Идем по Комсомольской, поворачиваем до ЦРБ, вот такой, ну знаете, все его загнуты достаточный участок, сейчас он в очень тяжелом состоянии находится, особенно по улице Гагарина до Комсомольской, широкий участок. Потом идет сужение по улице Комсомольской, улица Академика Жук, это мимо ЦРБ или городской больницы. Что в городской больнице еще требует два момента особого внимания, и мы его уже запроектировали. Это узкий въезд в сторону, именно в городскую больницу, там мы запланировали все-таки перенос тротуара, чтобы вот это узкое горлышко убрать, потому что там всегда, так сказать, не очень видно себя вести, то есть в смысле машины, транспорт не разъезжается, плюс стоянка автомобиля. Кроме всего прочего, мы запланировали сделать автостоянку за магазином, вдоль так называемой трубы, трубы, которая идет за магазином, потому что людей приезжает очень много. Мы знаем, что сотрудники ГИБДД порой там требовательно относятся к тем машинам, которые люди оставляют около горбольницы. Посетителей бывает очень много, поэтому с тем, чтобы расширить и сделать более комфортные условия и безопасные для тех людей, которые приезжают посещать своих больных родственников, мы запланируем сделать на 600 квадратных метров карман за магазином. Дальше улица 1 Мая, это дорога терапии от улицы Коммунистическая, тоже это на Блаковке, участок очень напряженный, он хоть и не очень большой, но тем не менее требует ремонта, почти 1000 квадратных метров. Следующая, первая районная поликлиника по улице Комсомольской, въезд, здесь порядка 500 квадратных метров. Первый районная поликлиника также второй въезд по этой Комсомольской, более 300 квадратных метров. Мы знаем, там у нас и скорая помощь. Еще мы решили все-таки полностью откапиталить по улице Чапарева, эту дорогу к детскому дому. Мы несколько лет назад, каждый год практически старались сделать текущий ремонт, ямочный ремонт, но, как правило, это все ненадолго, поэтому заложили в первую очередь сделать 1300 квадратных метров, и это капитальный ремонт к детскому дому. Ну, я по-старому просто его называю, сейчас он немножко другой аббревиатур имеет, но мы понимаем, о чем идет речь. Дальше, автоподъезд детской поликлиники номер 1 по факелу социализма. Здесь небольшой участок, чуть меньше 300 квадратных метров надо сделать капитальным ремонтом, но, тем не менее, мы его тоже запланировали. И автоподъезд к поликлинике по Академике ЖУК, бывшая вторая поликлиника, там тоже из стороны Пионерской узкий, хоть участок дороги, но очень тяжелый. И непосредственно с факел социализма, тоже дорожное полотно разрушенное, не очень симпатично. Хоть квадратные метры небольшие, в общем сложить порядка 700 квадратных метров, но сделать это необходимо. Большие участки. Это улица Ленина от улицы Титова до факел социализма, почти 16 тысяч квадратных метров. Скажу честно, мы здесь хотели бы именно с заменой бордюрного камня, и сейчас проектируем на следующий год, наверное, скорее всего, проектируем, чтобы этот участок дороги сделать максимально пешеходным. Когда будет подготовлено проектное решение, мы обязательно вынесем его на обсуждение общественного совета, депутатов города, жителей, с тем, чтобы выяснить мнение, правильно ли мы двигаемся. Следующий участок по улице Чапаева от факел социализма до Комсомольской, он тоже давно уже требует капитального ремонта, чуть больше 6 тысяч квадратных метров. Следующий участок улица Коммунистическая от Заводской до Новой пристани, почти 6 тысяч квадратных метров. Тоже участок, который бы нам хотелось привести в порядок. Наверное, связано это с тем, что Новая пристань уже второй год достаточно хорошо благоустраивается, очень много жителей приезжает туда, и на этот год планы у арендатора, у Кулагина Евгения сделать хорошие инвестиции в благоустройство этой территории. Ну и мы посчитали правильным все-таки согласовать с вами вот этот подъем от Улицы Рабочей, кажется, откапиталить, от Заводской, извиняюсь, откапиталить его и привести в нормативное состояние, потому что не только жители Балаковцы, но и гости многие приезжают отдохнуть и там побыть. Какой план мы видим по 2021 году по островной части города? Это продолжение капитального ремонта улицы Ленина. Почему мы ее отложили от факел социализма до коммунистического, отложили это на следующий год, потому что сейчас идет уже второе мы делаем перепроектирование по второй части по Братьев Захаров, 1,8 километра от улицы Гагарина. И все-таки есть планы начать строительство этой дороги, ну и дабы не переделывать его, мы заложили на 2021 год. И два сложных участка у нас, это подъезд к Старой пристани от улицы Завражная, по улице Завражная, это из-под ГЭСа, один из самых сложных тоже участков, особенно непосредственно по улице Дорожная, уже к Старой пристани, извиняюсь. Там вообще практически отсутствует дорога, мы хоть в этом году и планируем сделать такой сплошной ямочный ремонт, но понимаем, что здесь надо полностью снимать дорожное покрытие не менее 10 сантиметров и в два слоя укладывать капитальным ремонтом. В летний период времени она у нас активно используется нашими дачниками и жителями, которые справедливо нас ругали за его качество в прошлом году. Также мы заложили сюда участок дороги от улицы Титова до улицы Дорожная, это в сторону так называемой Мамайки, до Развилки. Там участок вообще не подлежит никакому обсуждению, он очень сложный, здесь и дорожные кооперативы, гаражных кооперативов очень много, ну и много жителей, которые ездят туда, к Мамайке. Но мы заложили пока участок додорожный, просчитываем его. Получится сэкономить средства с тем, чтобы бетонку еще привести в нормативное состояние уже по дамбе, то было бы совсем хорошо. Еще один участок на следующий год по островной части, это улица 20 лет ВЛКСМ, от улицы Факел-Ситализма до Старой Пожарки, вот в этом направлении. Он тоже очень сложный, тяжелый и требует ремонта. Ну и улица Комсомольская, это соединение от улицы Ленина до улицы Гагарина. Участок очень широкий, но тоже хотелось бы его привести в нормативное состояние. Вот такие предварительные планы на 2020 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова